Всем привет! Это Илья и OptionTrader.ru Представляю вам сегодняшнюю тему Вертикальные спреды Профиль стандартного вертикального спреда Допустим, это бычий call spread на индекс Russell 2000 и инструмент ROOT Что отличает вертикальный спред, например, от покупки голого опциона? Конечно, вы это знаете Вертикальный спред от покупки голого опциона отличает то, что данная позиция имеет ограниченный риск и имеет ограниченную прибыль Если рынок падает до нуля, ваши риски ограничены Если рынок растет в космос, то, к сожалению, ваша прибыль ограничена тоже На мой взгляд, это является достаточно важной характеристикой вертикального спреда И вот почему Дело в том, что это свойство вертикального спреда диктует нам, как и когда управлять данной позицией Вы можете спросить меня, Илья, каким образом оно может диктовать нам, как поступать с данной стратегией И отвечу Не важно, по какой причине Может быть, прошло время Мы знаем, что на вертикальный спред действует временной распад И если мы будем прибавлять дату То в конечном итоге наша прибыль будет увеличиваться, пока не достигнет максимально возможной Также при движении цены базового актива достаточно глубоко в нашу сторону Мы тоже можем достигнуть нашей максимальной прибыли Так вот, совершенно становится понятным, что когда вы достигаете по вашему спреду максимальную прибыль Уже нет никакого смысла удерживать данную позицию Потому что вы получили максимум того, на что рассчитывали По большому счету нет смысла удерживать вертикальный спред, даже если по нему уже получена прибыль порядка 80% Потому что оставшиеся 20% не стоит того риска, которому вы потенциально подвергаетесь Таким образом, если наш спред стоит 615 долларов То прибыль максимальная по нему составляет 385 долларов И 80% прибыли где-то порядка 220 долларов Поэтому, когда наш спред будет стоить порядка 835 долларов То мы должны его закрыть Окей, с этим разобрались Дальше я задам вам элементарный вопрос Как можно построить вертикальный спред? Я думаю, вы с легкостью ответите на него Для того, чтобы построить вертикальный спред, необходимо один опцион купить, а другой продать Это если мы говорим об одном вертикальном спреде, как здесь Если мы ведем речь о нескольких вертикальных спредах То количество проданных и купленных опционов должно совпадать Купить и продать опционы можно по-разному Можно это сделать отдельно, сначала купить, потом продать или продать, а потом купить Но лучше это сделать одной заявкой, как показано здесь Таким образом, вы уменьшите проскальзывание И можете получить исполнение своего ордера по лучшей цене Вернемся к тому спреду, который построен здесь Мы видим, что 740 опцион call купленный И 750 опцион call продан Ничего сложного, все просто Теперь я задам вам провокационный вопрос А сколько вертикальных спредов здесь вы видите? Я не сошел с ума, то есть как бы все нормально Итак, сколько? Один, два спреда Лично я вижу здесь как минимум три вертикальных спреда Абсолютно серьезно И сейчас я вам их покажу Значит, один спред Уже у вас спидан глазами Вы его видите Отмечен красный линии Где взять нам остальные два? Еще раз У нас 740 опцион куплен И 750 опцион продан Если я переключусь на таблицу страйков опционов То мы видим, что опционы идут через шагом 5 А 745, давайте побольше сделаем 740, 745, 750 И вот что я сейчас сделаю Я построю раз вертикальный спред 740, 745 И построю два вертикальных спред 745, 750 Значит, вот они 740 740, 745 И 745, 750 Вернемся обратно к графическому профилю позиции Значит, мы видим, что наш первоначальный спред Стоит 615 долларов 615 И 385 максимальную прибыль Если я его сейчас уберу И включу все два спреда, которые я построил до этого То мы с вами получим опять тот же самый профиль, который мы имели первоначально 740 куплен, 750 продан Опять 615, те же деньги нам стоит Этот новый наш вертикальный спред И 385 долларов его максимальную прибыль По грекам, уверяю вас, что вы получите идентичные показания Теперь, если я сделаю следующим образом И поставлю на дату экспирации 1, 2, 3 То мы видим, что красная линия Это наш первоначальный спред Который был Раз спред Второй спред 740, 745 И третий спред 745, 750 Таким образом Для того, чтобы построить нам вертикальный спред Один способ мы уже разобрали Мы можем просто купить опцион call И опцион call Сразу же, да Построить нужно нам необходимый профиль Но также мы можем с вами построить вертикальный спред Из других вертикальных спредов Более Меньших или С более узким Диапазоном между купленным и Поданными опционами Страйками Этих опционов Еще раз Наш первоначальный профиль Или наш первоначальный вертикальный спред был 740, 750 А мы Его можем построить Из составляющих Из более мелких вертикальных спредов В данном случае Это будут спред 747 и 745 И 745 и 750 Конечно, скажите вы, что Никто так вертикальные спреды не строит Строит сразу же тот вертикальный спред Который необходим Для тех целей и задач Которые стоят перед вами Как перед трейдером Но Понимание того, что Большой вертикальный спред Может складываться Из более маленьких вертикальных спредов Дает нам ключ к тому Как в дальнейшем нам Управлять Нашей большой Позицией Итак Как же Мы можем Управлять Большим вертикальным спредом Зная, что он Состоит из Составляющих Более мелких вертикальных спредов Первая часть Или в начале Ролика Я сказал вам О том, что Если ваш вертикальный спред Достигает Максимальной прибыли То, в общем-то Это является Той подсказкой Которая вам необходима Вы должны просто-напросто Закрыть свой вертикальный спред Потому что Дальнейшее Его удерживание Не имеет никакого смысла То есть Еще раз Мы закрываем Вертикальный спред При достижении Как минимум Восьмидесяти процентов Прибыли По нему Давайте я возьму Немножко спред Пошире Перестрою Сейчас Данную позицию Для того, чтобы Было более Наглядно И понятно Как мы можем управлять Большим вертикальным спредом Управляя его составляющими Более Мелким вертикальным спредом Возьмем, например, вертикальный спред Семьсот десять Семьсот пятьдесят Более маленький Мы можем Построить Целую кучу Более маленьких спредов Мы можем их построить Шагом Пять семьсот десять Семьсот пятнадцать Семьсот пятнадцать Семьсот двадцать Семьсот двадцать Семьсот двадцать Семьсот тридцать И так далее В под Семьсот пятидесяти И мы получим С вами спред Семьсот десять Семьсот пятьдесят Как результирующую Позицию Мы можем Наоборот Разбить Этот большой Вертикальный спред Например Ну давайте покажу Тоже Например На два спреда 710 и 730, и 730, и 750. Например, да? Опять мы видим большой спред 710, 750. И две составляющие в нем это 710, 730 и 730, и 730, и 750. Два маленьких спреда в итоге дают один большой. И опять я повторюсь, что мы можем вот этот большой спред разбить на все те страйки, которые находятся между 710 и 750. Это может быть 710, 715, 715, 720, 720, 720, 725 и так далее. Пока мы не достигнем нашего последнего страйка. Мы можем разбить 710, 720, 720, 730. То есть мы можем развивать этот спред так, как нам удобно и как нам необходимо в той или иной ситуации. Я вам покажу, например, самый маленький спред, который мы можем, да, это шагом 5 сделать, 710, 715. А второй спред, например, будет у нас 715, 750. То есть мы видим еще раз 710, 715. Видите, какой совсем самый маленький спред, который может здесь быть. И второй спред, более большой, 715, 750. Допустим, оставим вот эти два спреда. В результате они дадут нам один большой спред, мы это видим, да. Теперь, как мы можем управлять большим спредом, зная, что он включает в себя более мелкие составляющие и зная свойства вертикального спреда, что максимальная прибыль по нему ограничена, да, сведемся в единое. Если мы возьмем вот эту маленькую составляющую нашего большого вертикального спреда, то мы увидим, что при движении цены в нашу сторону этот маленький спред достигнет своей максимальной прибыли гораздо быстрее, чем наш большой спред, который красный, красный профиль нашего большого спреда или даже тот же спред, который отмечен желтой линией. То же самое может быть произойти при изменении волатильности и времени до момента истечения. То есть этот вертикальный спред, маленький и далекий, он получается глубоко в деньгах, задерживает очень мало временной стоимости и, в принципе, ему необходимо не так уж много времени для того, чтобы временной профиль поднялся и здесь вы оказались в точке получения вашей максимальной прибыли по этому спреду. И тогда, действуя в соответствии с нашим правилом о том, что мы будем закрывать вертикальные спреды при достижении хотя бы 80%, то становится ясно, что нет никакого смысла удерживать вот данный, вот этот маленький вертикальный спред в составе нашего большого вертикального спреда. И таким образом мы можем сделать следующее. Мы можем закрыть наш вот этот маленький вертикальный спред, потому что нет никакого смысла в его удержании. Каким образом мы можем его закрыть и что получится, давайте посмотрим дальше. Итак, что произойдет, если мы закроем наш вот этот вертикальный спред 710-715? Я сейчас уберу вот эту красную линию, чтобы вам было видно лучше. Точнее, первоначально наш спред уберу большой. И мы видим, что сейчас вот так вот сделано. Белая линия – это является результирующей двух наших позиций. Спреды 710-715 и 715-750. Эта белая линия, она будет совпадать с нашей красной линией первоначального профиля. Я специально убрал, чтобы, значит, понятно вам было. И теперь мы закроем наш маленький вертикальный спред. Значит, максимальные деньги, которые он может стоить – это 500 долларов. Разница между страйками 5, а 500 долларов этот спред может стоить. Вот за 500 долларов мы его и продаем. Можно тоже его показать. Вот он, зелененькой линией, да, этот спред проданный. Другую сторону теперь направлен. И что у нас, получается, с вами меняется? Значит, максимальная прибыль у нас не меняется. Она остается прежняя. Но максимальный убыток мы видим, что вот эта белая линия, если мы даже уберем красную, эта белая линия, она становится выше. Разница здесь составляет у нас 500 долларов, да. Мы убрали с вами риск равный. Разница между страйками, убрали риск в 500 долларов. Таким образом, следуя за рынком, следуя его подсказками и зная, что большой спред состоит из более маленьких спредов, и эти более маленькие спреды достигают своей максимальной прибыли гораздо быстрее, чем основной большой спред, мы с вами можем постепенно, по мере движения рынка вверх или по истечению времени, потихоньку убирать те небольшие составляющие, те мелкие вертикальные спреды, которые входят в нас в большой спред. И тем самым мы делаем нашу позицию более безопасной, не меняя при этом существенно ту нашу максимальную, возможно, прибыль. Но в реальности она, конечно, эта прибыль будет уменьшаться, во-первых, потому что сказывается комиссия, и во-вторых, вряд ли мы сможем закрывать каждый спред за его максимальные деньги. Поэтому, может быть, нет смысла именно закрывать каждый из этих спредов, закрывать лишь некоторую часть, может быть, с другим шагом, может быть, не с шагом 5, а с шагом 10. Все зависит от того, как будет себя вести рынок. Но основной принцип управления позицией, в данном случае это, можно сказать, даже некого применения приема параллирования опциона, в данном случае нижнего, он становится более понятным, когда вы понимаете, что ваш большой спред, он содержит, или его можно разбить на более мелкие составляющие. И это знание, этот ключ, знание свойства этих вертикальных спредов, оно на самом деле очень полезно, когда вы имеете дело уже не с вертикальными спредами, а с более сложными комбинациями, в которые входят эти вертикальные спреды. Это уже кондоры, бабочки и различные пропорциональные спреды, сломанные бабочки, сломанные кондоры и так далее.